Здравствуйте! Это программа «Время спорта» на канале Архейс 24. И с вами я, ее ведущая Альбина Шаупа. И сегодня мы в Сарачузе. Это место, где воспитываются настоящие чемпионы по армлестнингу. За последнее время по этому виду спорта ребята из Сарачуза не оставляют шансов противникам из Карачао-Черкесии. И составляют достойную конкуренцию по этому виду спорта по всей России. Бородин, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, мы начнем программу нестандартно. Обычно мы начинаем с интервью, но сегодня с тренировки. У нас такая погода. Уже наступил апрель, но снег немножко идет. С чего же мы начнем тренировку? Ну, как обычно, я думаю, каждый тренер начинает тренировку с разминки. Будем начинать тренировку с разминки. Сегодня очень рада вас приветствовать. Наша Маулия Сарутюз. Взаимно. Сегодня проведем тренировку. У нас будет все отлично, все красиво. Как мы тренируемся через день, так у нас процесс будет сегодня так же проходить. У нас сверла будет пробежка. Обязательная пробежка. Четыре круга. Потом прыжки, ходьба на руках. И разные упражнения. Это процесс уже будем выяснять, как их выполнять. Ну, я тогда присоединяюсь к ребятам. Вы будете руководить, как я понимаю? Пожалуйста. Или вместе тоже ставим? Давайте, я может поставить. Ну, хорошо, ладно. Не буду обучать вас. Давайте начинаем разбинку. Четыре круга. Поехали. Легким темпом пробежка. Первый подход, прыжки. Так делаем мы четыре подхода. Ага. Получается где-то 30 метров прыжки. Так, начинаем. Раз, два, три. Начали. Раз, два, три. Начали. Честно сказать, Бородин, кажется, что армрестлинг – это только руки. Но я уже пробежала, размялась, и уже мое дыхание потихоньку сбивается, потому что непривычно. Очень такая нагрузка. Действительно, армрестлинг – это не только борьба руками, но еще и полностью физическая подготовка. Все правильно. Вот те, кто говорят, борьба только одной рукой, пускай приходят с нами делать тренировки. Это только наша разминка, Альмин. И чтобы ты поняла, в зале может еще, там уже тренажеры будут идти. Да, там уже силовые тренировки. Да, 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 все правильно. Бородин, ну сейчас ходьба на руках. Я не очень хорошо это делаю, так что передаю просто управление вам, как тренер. Все. А я просто и посторонки. Все, давайте. Вот это упражнение. Мы делаем 4 подхода. Где-то 50 метров они ходят. Бородин, ну мы размялись на улице среди красивого вида. Теперь у нас работа в зале. Что сейчас мы будем делать? Мы будем качать бицепс. Бицепс – это какая часть? Вот самая популярная часть. Да, которая видна, когда мужчина особенно футболку носит, как видна какая широчайшая. Так, сейчас… Так, на ширине плеч стоишь, вот так. Видишь, там захватывают эти, специально для рук. Берешь захват, чуть-чуть обеими руками, чуть-чуть присоединяйся. Нет, нет, вот отсюда. Вот, вот. Так, я понимаю. Чуть-чуть, нет, поближе чуть-чуть. Ближе. Вот, мне еще чуть-чуть присоединяйся. Вот так. Берешь на себя, выпрямляешь спину и на раз поднимаешь на себя. Ноги у меня согнуты или как? Нет, у тебя все стоит, как стоит. Главное, чуть-чуть ноги можно собрать. Прямо так щиро не надо стоять. Вот так. А как я душу? Ты, когда поднимаешь вверх, чуть-чуть, когда остается, выдох делаешь. Когда отпускаешь, ее можно сделать вдох. Когда поднимаешь, поднимаешь, раз, давай, раз. Ага, выдох. Ага, поднимаешь. Вы, ага. Да, вот так. Вот в таком количестве 17 раз мы делаем. Это разминка получается у нас. В этом роде. Какие-то у вас прям хорошие разминки. Ну, мы тебе так, сколько тут? 5 килограмм, 2,5. Так что тут. А вы обычно с каким весом делаете? Где-то 35 килограмм я разминку делаю. Ага. Что, вроде бы, 10. Все, все, все надо ставить потихонечку. Ага, все. Ну, со стороны, то, что вы делали, смотрится красиво и четко. Просто, когда поднимаете, слишком быстро поднимали, заметили, да? Потихоньку. Чем медленнее, тем эффективнее. Ну, прям, прям медленно-медленно тоже надо просто, да? И когда отпускать, чтобы суставы, да, оказывается, не открывались. Будут они натяжки, нагрузки, как вы говорите. А так дыхание, как поднимается, отпускается, все красиво и ровно. Очень удобно, да, упражнение делать, если есть дома тоже инвентарь специальный, да? Не нужен какой-то зал и так далее. Вот мне кажется, это плюс армрестлинга. А вот к какому упражнению мы сейчас приступаем и на какую группу мышц на действие? Мы будем сейчас, мы скачали бицепс, сейчас будем качать угол. То же самое, только, видите, да, чуть-чуть по-другому у нас сделано. Угол, что это такое, чтобы понимали? Когда верховики вверх борются, это называется вот эта мышца, качаем. Тут можно, ну, просто общий, как разминочка, и будем, он вообще, армрестлинг его качает отдельно. Веревкой, опуская пальцем, мы тоже, если получится, мы тоже покажем его тоже. Это, это, вот этот, вот эту штуковину, не знаю, как это называется, поднимают как? Это не та, это в другом месте, она будет, она вообще другая, это другое, да. Это просто обеими руками, и общий физически тоже хорошо дает, а и по отдельности. Тоже я так же беру или как? Нет, вот так беру, она вот так ставится, вот, смотри, да, и берете вздохват вот так, на себя. И то же самое, на щельные плечи встаем, спина ровная. То же самое, я поднимаю? То же самое, да. Вот чуть-чуть можно, чтобы пальцы касались. То есть из-за того, что тренажер сделан таким образом, уже на другую группу? Да, 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 на другую группу мышц работает, да. Так. То же самое, спина ровненько, и когда выдох, раз, пальцы должны вверху стоять, прямо прижаты, понимаешь? И ты когда поднимаешься, да, и локти у тебя не должны вот так открываться. Вот так прижаты, вот в таком положении делаешь раз. Вот уже послусней. Ну, это потому, что у тебя эта группа мышц в угол, у тебя слабее, чем этот бицепс. Чем бицепс. А вообще самая сильная мышца в руке какая? Бицепс. Бицепс, да? Мое отличное мнение это бицепс, потому что она, это, угловая мышца, так что она это сильная мышца. Ну, чаще всего задействована тоже. Ну, у Арнеста всякие мышцы задействованы. Не, а если бы повседневные, если бы я с ней, я имею в виду. Ну, это само собой, да, захваты. Ты так, когда машину водишь, то же самое, крутишься, то же самое. Руки качаются. Либо пальцем, либо этими, да. Ага, так, давайте я сделаю. Так, берешь захваты, чуть-чуть на себя, ага, раз, вот так. Локти не отрываем, вот, все, что-то, да, вот так. Вдох снизу, Надя, когда чуть-чуть поднимаешь, вот где-то в этом уровне уже делаешь вдох. А внизу вдох? Да. Вот так, да, вот так, все правильно. Так, спина не должна играть, это обязательно. Есть, вот если уже спина у тебя играет, например, дверь, что уже у тебя забилась мышца и спина. Уже можно вставить все это, потому что уже нагрузка идет на позвоночник. Опускаю чуть-чуть, ага, еще. Вот, ни в коем случае спину нельзя вот так сжимать, потому что сзади, ты сама знаешь, да, позвоночник, и вот такие мышцы. Да, 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 можно будет какой-то зайти. Так, ну, я думаю, достаточно, да? Я думаю, да. Я думаю, да. Все, все. Ну, такие тоже моменты, что уже посложнее делается, то есть уже спортсмен должен быть более крепким, мне кажется. И вроде бы базовое упражнение, значит, уже посложнее. Да, ну, это упражнение, вот, например, мальчики, мы делаем, я им доставляю где-то три подхода делать. Два с половиной, вот эти два килограмма, это один подход, 15-17 раз, это разминка идет, потом 5 килограмм добываем, потом или 1-25, это смотря, какой ребенок осил, да, он отталкивается, то, что я делаю. А взрослые парни уже? Ну, это уже по 10 килограмм, по 40 килограмм, вот тут такие есть, 65, там, килограмм, вот так спокойно делаю. А вы сколько делаете? Где-то 65-70, у меня личный рекорд пол. Бородин, ну, как я понимаю, это последнее упражнение до того, как мы подойдем уже к столу, это жим лежа. Вот, я знаю, что вы участвовали на соревнованиях, вот расскажите, какой это был опыт для вас. Джим лежа – это самое любимое упражнение, это джим, я его очень люблю, я до сих пор занимаюсь и делаю это упражнение. Даже выступал, как вы заметили, в 16-м году в Ростоев-на-Дону, это был чемпионат Европы, какой-то турнир. Я там занял первое место, кстати, и выполнил по жиму лежа IPS по версии, по ихним этим мастера спорта я выполнил. А сколько килограмм вы подняли? Ну, у меня рекорд в зале – 160 килограмм, без репикировки, без ничего, 160 килограмм я выжимаю. А в чем разница с экипировкой и без? С экипировкой – это то, что надеваешь на черные вот эти, футболки, по-моему, они помогают тебе, чтобы напускать. Вот в этом роде. А чисто это, чисто без ничего, вот так, чисто на село, да. И там я выжил, 145 килограмм мне надо было выжать, чтобы выполнить. Тогда еще я весил 82 с половиной, по-моему, надо планы весить. И то, что я выжил там, занял первое место среди спортсменов тоже, именно по жиму. Рекорд у вас – 160. Ну, в зале, да. В зале, да, 160 килограмм. Для моего веса, я думаю, это нормально. Я очень отличный, я думаю, даже. А сколько вот весит гриф? Это гриф 22 килограмма сейчас весит. Это не для штанги, но это для становой тяги, но для штанги тоже пойдет. А почему именно вот в жимлёжа любимое упражнение? В жимлёжа, я не знаю, я вот, либо мой организм любит, либо я люблю, либо как-то так. Я люблю это упражнение. Он потом почему-то хорошо воздействует на плечи, на грудные мышцы, на трицепсы. На все в основном влияет это упражнение. Угу. На грудные мышцы есть на грудные? Да, 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 да. А вообще, почему лёжа больше поднимается, нежели стоя? Ну, когда лёжа, упор этот, вот именно на, как я знаю, жим лёжа, упираешься ногами, да, наш, есть упор, и спина, и руки, да, можно выжать там, по-моему, сейчас, ну, вообще колоссальный веса, может, как-то, 300 килограмм, 350-400 килограмм выжимают, например. Полтона. Около, да, да, да. Так, давайте, я приступлю к упражнению. Давайте попробуйте, ложимся, ноги на дожечку, чтобы вам было, так, что, чуть-чуть вперёд ещё. Ещё, да? Угу. Так, чтобы голова не ударила с утра, ложимся, голову вниз, аккуратно, чуть-чуть туда. Чуть-чуть туда. Ещё, 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 вот так, вот, смотрите, чем широкий хват, юзкий хват, вам лучше взять средний хват, чуть-чуть голову центр, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот тут полосочки, видите, он… Вот такой. Нет, это слишком будет для вас, наверное, вот, маленьким пальчиком вот такой захват. И средний захват, чтобы он тянет, да, вот так, да. Берёте на себя, выпрямляете, я чуть-чуть отвожу, отпускаете, поднимаете, чуть-чуть, когда остаётся, выдох. Так. Пять раз, 22 килограмма, я думаю… Я сначала убираю или как? Да, поднимаете, нагрузочка, и на себя сможете, так, держим, опускаете, давайте, опускаете, так, толкаем вверх. Так, когда толкаем, выдыхаем. А когда от середины дальше идёте, уже можете выдыхать, я скажу, выдох, вдох, вдох, толкаете, выдох. Вот. То же самое. Не болтаемся. Сразу видно, что вы это упражнение никогда не делали, по-моему, вы болтаетесь, да, или делали? Никогда. Вот. Видите, как вы болтаетесь, молодцы. 22 килограмма, думаю, это вообще нормально для вас сейчас. Вдох. А когда подняли, выдох делали, так нельзя делать. Ага. Вдох. Вдох. Вот так, ещё один раз. Сможете сами, да? Вот, всё красиво, да, вот так. Всё, можно поставить? Всё, держим и опускаем, всё, опускаем. Вот так. Ага. И потихонечку встаём. Всё. И вот так. Так. Да, я первый раз сделала это упражнение, и неудобно, вот, потому что, когда поднимаешь так, как-то больше равновесие здесь, меньше равновесие. На спине, на этих, на ногах, на руках, ну, когда, вот, например, кто-то приходит, хочет сделать, вот, как первый раз, как болтается, то же самое. Потому что мышцы, всё, 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 то, что не делаешь какое-то упражнение, это сразу со стороны видно. Да, глаза бросаются. Да, а когда ты какое-то упражнение уже просто частично или дома в зале повторяешься, это уже какой-то навык и уверенность. К новостям Карачаева-Черкесии. Предлагаю посмотреть сюжет, где подобечные Бородина Иркенова завоевали 13 медалей в общекомандном зачёте на первенстве России по армрестлингу. Армрестлинг Саратюзи стал уже визитной карточкой Айула. Спортивное сообщество знает, что одни из лучших рукоборцев в Карачаево-Черкесии воспитываются именно здесь. Рустам Тимирлиев на недавнем первенстве России провёл свои самые удачные схватки за последнее время, обеспечив себе золото по обеим рукам. В финале я встретился с парнем из Арсалавании. Он был крюковиком, а я верховик. Так как я был уже уверен в победе, на следующий день я бросил на правой руке. И в финале я один раз проиграл. После этого, как сказать, упал духом, уже не рассчитывал на победу. В итоге тренер, друзья взбодрили меня, я вышел и победил. Для Альберта Кенжева соревнования тоже сложились крайне удачно. Два золота по обеим рукам позволили армрестлеру стать пятикратным чемпионом первенства страны. В этом году он был крайне настроен на результат, потому что в прошлом травма не дала Альберту встать на высшую ступень педестала. В итоге спортсмен не проиграл ни одной встречи и стал лучшим в общем рейтинге в своем весе. В финале я боролся с соперником из Ханты-Массийского автономного округа. До этого я в 2020 году встречался с ним. Тогда мне также удалось удержать победу. И в этом году он уже был в финале со мной обеими руками. И левая, и правая я встретился с ним в финале. То есть это такая принципиальная победа? Да, была принципиальная победа. Также был спортсмен в засете, он стал третьим. До этого я в 2021 году с ним боролся в финале. Были достаточно такие принципиальные соперники. Несколько человек, достаточно принципиальных было. Тренер республиканской сборной Бородин Аркенов отмечает, что в этом году уровень конкуренции на первенстве был крайне высок. В соревнованиях участвовало 600 спортсменов, а в одной из весовых категорий за призы бороли сразу 40 рукоборцев. В этом году я очень доволен, очень сильные результаты. Там сопротивление, там количество команд колоссальное. Вот смотрите, я повез 24 спортсмена. Остальные команды – Осетия, Алания, Татарстан. Осетия, например, в 82 автоуза приехала. Можно сказать, мы просто на середине стоим, как мы приехали командой. Татарстан, там вообще 100 с чем-то людей. Там другие, там 50-60. Ну вот как-то так получается. После первенства России планка будет только выше. В планах у ребят выступления на мире в Казахстане. Пока что Всемирная ассоциация армрестлинга рассматривает вопрос допуска российских спортсменов на соревнования. От нашей федерации, федерация армрестлинга России, они писали письмо, фар, чтобы не в нейтральной позиции, то есть со своими Россией, представляясь со своими футболками, со всеми этими стандартами, со флагами, чтобы нас допустили. И наши спортсмены отборолись в этом, в первенстве в Казахстане. Ну, ждем ответа от них. Если допустят, то мы будем готовиться. И думаю, у нас будут хорошие результаты. Всего наши спортсмены привезли домой 12 медалей. Это 6 золотых и по 3 серебра и бронзы. Два золота и одна бронза в спортивную копилку Карачао-Черкесии. Наши борцы греко-римского стиля завоевали призовые места на первенстве России в Самаре, тем самым обеспечив себе попадание в состав юношеской сборной России. Подробнее расскажем в сюжете. Хотел записаться на гимнастику, а оказался на борцовском ковре. Когда-то Ислам Шанов даже представить не мог, что уже в 14 лет будет выступать на всероссийских турнирах. И тем более завоевывает на них призовые места. Он недавно вернулся домой с серебряной медалью первенства России. Всего наш спортсмен провел там пять схваток, из которых самой сложной для него оказалась четвертая. «Четвертая была схватка самая тяжелая. В этот день уже брался три схватки и последняя схватка оставалась до финала. Было очень тяжело. Соперник не так уж был силен, но я устал сильно и проигрывал. Оставалась последняя минута и начал проигрывать 9-5. Оставалось там где-то секунд три. В финале Ислам вышел на борца из Чечни, но проиграл с большим разрывом. Это поражение не расстраивает мальчика, ведь он боролся с соперником старше его на два года. В таком возрасте разница в силе очень ощутима. Вот сейчас у нас 25-го, если СКФ будет, целый металканский округ, а потом Россия будет в мае, он будет там участвовать. Он боролся старше два года еще, а он сейчас в свой год будет здесь, который пройдет в Уфе. И надеюсь, что он должна чемпион стать. Он хороший парень, хорошо борется». Песлан Кунишев тоже принес бронзу в командный зачет. В этот раз борец выступил чуть хуже, чем в прошлом 2022 году, когда на первенстве России стал лучшим в своей весовой категории. Тем не менее, он обеспечил себе место в составе сборной России. «Всего было пять схваток. Четыре из них я одержал победу. В одной второй уступил сопернику из Республики Адыгея. Не хватило, надо дорабатывать, тренироваться в середине». А вот Динур Хашпага выступал уже в другой возрастной группе до 2021 года. Конкуренция там выше, потому что именно тот возраст, когда спортсмен готовится выйти на пих своих возможностей. И Динур смог справиться с высокой конкуренцией. И занял на первенстве России третье место. «Сделали пять схваток. Первая была, ну так, более-менее соперник. Вторая и третья были тяжелые. На последних секундах забрал, выиграл. За выход в финал уступил борцу из Чеченской Республики. И за третье место выиграл питерского борца». Сейчас в планах у наших атлетов тренировочные сборы в составе сборной страны. А также выступления на официальных стартах, планируемых тренерским советом Федерации борьбы России. Бородин, вы уже много лет занимаетесь армрестлингом. И Саручус в спортивном мире у многих ассоциируется именно с этим видом спорта. Но расскажите, с чего все начиналось? Как вообще пришла идея в голову заниматься именно армрестлингом? Ведь у нас в большей степени акцент идет на дюдо, борьбу. А вот почему именно армрестлинг? Ну, я сам живу и родился в этом ауле Саручус. Как окончание после школы поступил в карачаевский факультет, в спортфак. Как мне спорт нравился. Я занимался в детстве, котик для семинар, турники, на всем их этих. После поступления, второго курса, я вот пошел в спортивный секс, записался на армрестлинг, это вид спорта, как-то мне понравился, начал заниматься. И после, уй, как начинаешь заниматься, начинаешь заниматься какой-то вид спорта, и тебе нравится этот вид спорта. Хочешь выступать, хочешь, чтобы когда есть каких-то результатов. Вот понравился, полюбил этот вид спорта, сам занимался этим спортом. Как и закончил учебу, университет, уже после выступления, после окончания, как приехал домой и начал думать, да, вот, можно же было бы открыть спортивную секцию для армрестлинга, заняться с детьми. Подумал, потом в то время пошел к главе нашему, сказал ему, вот, свои мысли, так-то-так, хочу открыть зал, позаниматься. Ну, в то время у нас помещения какого-то вообще не было. У нас маленький домик, вот, как-то, его уже убрали, конечно, мы вот там занимались. И как начали заниматься, через полтора-два года уже начали у нас появляться результаты. Тем более для аулчан, парни, которые живут, например, мальчики, все равно тогда было, знаете, вот, в огороде работаешь, там, в этом роде, сила, ну, физическая была намного лучше, чем городские, там, просто не было сравнить. И когда начинаешь заниматься с такими детьми, уже у них проявляется характер, начинает проявляться, мужественность там. И помню, когда еще через два года, по-моему, у нас уже, у меня уже был чемпион Европы, мальчик сделал такой результат, ну, на мир мы не смогли поехать на первенство, так как была Лас-Вегасе, какие-то по бумагам как-то так вот не получилось. потом пошел к людям, хотел, вот, пару человек, которых я знал, а у Ли, сказал им свое мнение. Мы, они тоже там поддержали меня, даже финансово, пошел, деньги собрал, сам купил, вот, один стол мне подарил тогда 9-13 лет вот этому столу, который, например, там стоит. Это было 13 лет назад? 13 лет тому назад, да, вот, уже стаж где-то 13 лет, так, может, чуть-чуть больше же. Вот тогда один стол мне подарил, другие кантели, там, вот так мне подарили, а он ученик, да, я никуда-то не пошел, да, вот в этом роде, да, они так поддержали. И официально я начал работать в Чикутинском школе, сам чистуюсь там, и вот в помещении, и потом постепенно уже началось, вот построили вот этот зал для школы, видите, да, тут проходят уроки физкультуры, волейбол в этом роде. После их окончания мы уже приходим, тоже самое, и занимаемся, и у нас сейчас, по-моему, там ФОК, вот сами видели, да, он строится в этом году онлайн, я думаю, туда у нас будет помещение, тренажеры, все, и думаю, для ребят это будет очень большим плюсом. Вот вы сказали, что чемпион Европы у вас был, а как так получилось, вот первые достижения, как вам удалось вырастить? Ну, вы знаете, чтобы достигать каких-то результатов, нужно думать в условиях все равно, да, но у нас были условия, но мы старались, вот, чтоб каких-то каких-то целей, что для ребенка надо с ним очень хорошо работать. Он объясняет, вот, то, что я мог, объяснял, как делать, какие упражнения. У меня тоже был тренер Царьих Руслан, чемпион мира тоже, очень знаменитый человек тоже. По этим сравнивал там упражнения, как и как выполнять, какие нагрузки давать в этом роде. и вот, когда мы поехали, когда он выиграл Россию, а потом на Европе он стал, было очень хорошее ощущение, там, ну, как вам сказать, ну, это каждый тренер пойдет, когда ее воспитанник делает какой-то результат, это очень, эти эмоции просто не передать. Вот, вообще, есть такое мнение, что, есть два мнения. Чтобы человек, ну, спортсмен достиг результата, нужно упорно тренироваться и так далее, но есть такой фактор, как способности. Можно ли разглядеть в ребенке вот этот потенциал, видно ли это сразу или как, вот, вы сами видите? Вот, смотрите, у меня, например, две группы, из двух групп у меня маленькие дети есть, я с ними работаю, как говорил, общей физическими подготовками. Из этих детей группа, вы знаете, вот сейчас привозят, там, некоторый ребенок, 5-6 лет, он один раз не может подтянуться, 8 лет тоже не может подтянуться, например. А некоторые есть такие, какие вот, сразу пришел, он подтягивается 6-7 раз, даже 10 раз некоторые бывают. Это уже, я наблюдаю со стороны, это очень большой стимул, и чтобы достичь каких-то результатов высоких, этот ребенок будет более способным, чем другой ребенок. Ну, есть, но не отвергаем того, что тот ребенок, если даже будет заниматься, он позже будет достичь каких-то результатов. Во всяких этих спортах, мое мнение, гены очень хорошие имеет, воздействует на ребенка. Если гены хорошие, там, чтобы достичь каких-то результатов, не обязательно гены, там, тренировки, там, питание нужно нормальное, тренировочный процесс, весосгонка, все-все-все, это все влияет для ребенка. Вот это все надо вместе как-то объединить, постараться с ребенком. И, я думаю, у всех тренеров, у всех, кто каким видом спорта занимается, я думаю, все меня поймут. Чтобы сделать такой результат, как вот такой, надо очень много усилий, много чего надо собрать и собрать все вместе. Такая совокупность факторов, которые влияют на конечный результат. Вот, Бородин, можете ли вы вспомнить свои первые соревнования в качестве тренера, и какие вы эмоции тогда испытывали? В качестве тренера эмоции, когда, да, я могу вспомнить, это тогда у меня по юношам еще боролся воспитанник, он тогда обеими руками стал чемпионом России, первенства России, и эмоции просто, как вам сказать, просто вот так невозможно ее сказать, прям радость на душе, вы с ним делаете тренировочки, занимаетесь, и чтобы куда-то пойти, лучше стать лучшим, это просто очень приятное ощущение. Просто нельзя воспроизвести, наверное, я не знаю, как, ну, радостно, на душе и спокойно, и просто вот это так. А вот какие это были соревнования первые, где вы серьезно, ваши ребята серьезно? На первенстве в России это было, да, у нас бывает отбор мы всегда делаем в Кчеле, потом первенство России, кто проходит первые и вторые места, абсолютно попадает в состав сборной России и представляет нашу страну на Европе и на мире. А вот после юношеского старта, куда идут уже парни взрослые выступать, где они выступают, как продолжается их карьер? Ну вот смотрите, у нас по нашему виду спорта, например, 14-15 лет сейчас, это юноши, это получается два года, правильно? они борются, если они 17-летний ему становятся, он уже переходит на юниора, это получается 16-18 лет у нас получается, когда 16 лет, а дальше у нас 19-21 лет, это получается у нас три возраста, юноша, юниор и молодежка. У меня один стал в этом году чемпионом России с 14-15 лет, он перешел, на следующем году он будет бороться среди юниоров, но юниоры это тоже очень сложно, чтобы сразу перейти и достичь какой-то результата, ему это будет сложно, надо будет работать и сделать тренировки, чтобы он, среди юниоров тоже занял какое-то место, например, призовое. Колоссально имеет значение, да, вот это, переход сам на себе вот это. А вот вы, когда начинали тоже, да, быть тренером пар-брессингу, вы понимали, думали, что вы задержитесь надолго? Ну, если честно, я тренером в голове там не укладывалось, что я стану тренером, но когда уже начал заниматься, я с детства очень любил спорт, как вам сказать, учился на этот, сразу поступил в спортивный спортфальт, очень хорошо я обучился, закончил я в этот факультет, поступил дальше, и, вы знаете, хотел, чтобы для своего, это, для республики, для чего-то вот, сделать результат видом спорта, который мне нравится, да, достичь какой-то результат. именно шок тренеру я не могу сказать, но так получилось, что начал работать, я влюбился в эту работу, если человек не любит свою работу, эта работа, я не знаю, как она будет на него. Не для него. Да, это не для него, надо работу любить, вот, я просто на работу прихожу с улыбкой, с радостью, да, неприятно работать с детьми, даже с маленькими детьми работать, это одно, просто одно удовольствие, да, как они начинают подтягиваться, там, разминаться, там, объяснять, как что выполнять, вот в этом роде. А вот вы вспоминаете себя мальчишкой, есть ли какое-то любимое воспоминание с детства? Любимое воспоминание с детства? Че, вы знаете, в наше время, когда это было, у нас в ауле, я помню, как отец меня возил на синокос, вот, вот это хороший стежин для ребенка, да, вот сейчас скажешь, что такое синокос, там, коса, никто не поймет, я думала, кто возьмет, в пять лет я хотел косить, например, отец меня, старший брат у меня еще есть, с ним вместе ходили, я пытался что-то сделать, там, в этом роде, отец меня повел, чтобы чисто воду, так сказать, айрансуап называется, да, по-нашему, и получилось так, что я потихоньку начал что-то делать в этом роде, и физически, вы знаете, это очень-очень-очень плюс для ребенка, вот, занятие чем-то рода, либо в этом роде, да, как вам сказать, вот это запомнилось, и помню до сих пор это мгновение, как пришел туда вот это. То есть, ну, у вас такое мнение, что мальчишка, да, вот, в первую очередь, должен как-то физически развиваться в детстве, чтобы окрепнуть, вот, не только спорт, возможно, какая-то помощь тоже, там, родителям и так далее. Вы знаете, движение – это жизнь, правильно? Спорт, не то, что, вот это очень главное для человека, да, для ребенка, тем более, тем более, сейчас, в наше время, вы сами знаете, это, дети только с, скажем, телефонами, со всеми кемиками, никто никуда не выходит, вы знаете, замечаете, наверное, чтобы это вообще надо отцам, матерям, это вообще, как вам сказать, я бы запретил, вот, взять, какой-то режим взять для ребенка, да, 11 или вот сколько-то часов взять, отобрать у ребенка телефон и поставить, это мое личное мнение, взять своего ребенка, мальчика, или довезти какой-то, вот, спортивный зал, например, повезти, вот, какой, вот, спросите своего ребенка, например, что, или чем-то бы хотел заняться, или каким видом спорта, спросите, если ему футбол нравится, или какой-то вид спорта, взять и повезти его туда, показать этот, как пример, да, для ребенка, если сейчас у здоровья ребенка не будет, вот, то сами видели, да, мы разминку делали, там, мы занимались, как мы забились, например, а некоторые мальчики приходят, там, они даже прыжки нормально не могут делать, не то, что, даже ходить нормально не могут сейчас в это время, так что это самым первым надо взять своего ребенка, отвезти в спортивный зал, какой вы любите, или какой он любит, отдать своего ребенка, пускай занимается, это Просто без опросов. Во сколько лет можно начать заниматься армрестлингом ребёнку? Когда уже не то, что бегает, прыгает, а уже действительно занимается, знает, что делать, и вы ему рассказываете, что делать. В 12 лет можно уже заниматься ребёнком. Но до этого я занимаюсь маленькими детьми, как я говорил, общий физически я их развиваю. В 12 лет, как им исполняется, уже можно давать специальные упражнения, чтобы он развивался, руки, связки, там всё развивался. Когда ему исполнилось 14-15 лет, чтобы я уже мог подготовленного ребёнка отвезти на первенство России, чтобы он уже выступал с характером, силой воли. Как я уже сказала, ваши спортсмены, юниоры, юноши, они одни из самых крепких ребят в республике. А кто для вас такой основной конкурент из районов, из Черкеска, Карачаевска? С кем вы чаще всего соперничаете? Ну, чаще всего у нас в Ушкеке есть хорошая школа. Вот в Ушкеке спортсмены, они очень тоже сильные мальчишки и мужчины тоже. Очень хорошая школа там, сильные. Вот могу страниц, вот с ними можем побороться, там в этом роде тоже молодцы. А вот если брать Россию, какие регионы зачастую привозят самых таких конкурентноспособных спортсменов? Вы знаете, сейчас в основном командные это Эрсуоланя, Татарстан и там другие, там Санкт-Петербург. Там уже, там остальные же на разбросе идут потом. Ну, больше таких сильных ребят уже идут с сети. Да, 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 да. С количеством их они куда-то стоят. Есть ли какие-то стереотипы связаны с армрестлингом? Вот, например, внешний парень, он с такими большими бицепсами. Влияет ли бицепсы, вот вообще вот сила рук, именно вот внешняя на результат? Вы знаете, нет, не влияет. Так, например, взять двух мальчишек, у одного будет так и бицепсы, плечи такие, а те худощевые такой, так можешь прийти и положить его спокойно. То есть тут техника влёт или как? Техника и много чего, факторов тоже есть. Но на армрестлинге, в армрестлинге, вернее, чисто на объём смотреть не надо, это точно. В каждом практически виде спорта есть свои плюсы и свои минусы. Какие в армрестлинге есть минусы, возможно, даже и не минусы, а какие-то вещи нежелательные для этого вида спорта? Вот смотрите, самое первое, это вот просто ребёнок просто в школах, например, взять и побороться на партах, например. Много чего, категорически нельзя, чтобы без разминки, без ничего, в всяких этих каких-то местах, чтобы боролись, это очень плохо. Потому что ты можешь повредить кисть, связку ты можешь повредить, там она чуть-чуть, там пучки лопнут или в этом роде. Категорически, вот не разменяясь, ничего не делаясь, вот нельзя бороться на партах, на стульях и в этом роде. Вот если тебе это хочется, там, не знаю, если есть какая-то спортивная школа или зал какой-то, если есть, вот профессионально, да, подошли к тренину, или кто-то что-то знает, да, вот мы хотим побороться. Он скажет, давайте разминочку, если хотите, да поборитесь, посмотрите, вот как-то так. Вот откуда вообще слово пришло «скандербек»? Вот это в народе мы знаем. «Скандербек», по-моему, в народе пришло с давних этих, по-моему, потому что, как я читал, как я помню, бывали же народы, которые делают соревнования табанту или как вот… Да, да, это тюркские народы. Да, 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 по-моему, вот с тех пор, по-моему, это пришло… Идет оттуда корни. Оттуда вода, как приходят народы вот эти, которые разных этих между собой сравнивались, вот как-то так, по-моему. Вот, Бородин, как вы проводите свободное время? Свободное время? Да. Я следила за вами в соцсетях, так что… Ну, свободное время, я провожу с друзьями, можно сказать. У нас, у моего друга знакомого недалеко от меня, этот есть, этот бассейн, поделка, все сделано. Собираемся и проводим оздоровительное, как вам сказать, вот в этом роде. А рыбалка тоже вот видела. Да, это тоже видели, да. Кстати, да, тоже у меня есть один сосед, тоже напротив меня зовут, только Ахахмат его зовут. Он тоже увлечен с этой рыбалкой, он вообще не то, что увлечен, он вообще глубоко увлечен. Он мне показал эту рыбалку, да, давай пойдем с тобой на рыбалку. Он меня один раз позвал с собой, я бы с ним поехал в Астрахань. И мы начали, он мне начал показывать, что к чему. Ну, я умел, там специально оборудован, уточки там все купили. И вот так я очень люблю рыбалку, как вы видели. И те, кто мы ходим туда на рыбалку, сейчас я поймал рекордную рыбу, кстати, 9 килограмм 600. Это вы поймали? Я сам его поймал, да, это было в Астрахани. Ночью около 2 часов я его вытащил, еле-еле, где-то 30 минут я с ним боролся. Сазан, вот 9 часов он весил, кстати. Это вот какого примерно размера? Это вот примерно вот такого размера на фото. Ага, ну фотографию вставим обязательно, чтобы доказательства было. Без проблем, без проблем. А вот ты сказали тоже, питание очень важно. Как питаются ребята? Питание, вы знаете, сейчас, если так посмотреть, я чисто домашнее, я имею в виду, да, вот мясо, творог, сыр, чисто свое можно лучше питаться. Чем вот этими, чем на химии вот этими, дошрай, вот всякие вот много чего, да, сладости там тоже не перейдите. Держать свой, этот организм все равно чуть-чуть в стороне таких вещей. А вы сами выращиваете что-нибудь такое? У вас есть огород? В огород есть, да. Да, есть. А что вот там растет? Если честно, там мама все делает. Нет, ну в большей степени, да, точно. Да, картошка там, помидоры мама сажает, и там огурцы вот в этом роде. Я помогаю чуть-чуть, ну, в основном, если честно, скажу честно, все это моя мама делает. А картошку-то помогаете сажать? Конечно, картошку, конечно, помогаю, помогаю, да, закрывает. Там вот сейчас уже, она уже несколько раз мне сказала в тот день, что надо подготовить, надо сажать. На днях, наверное, логайца тоже сделаем. Ну, как погода нормализуется, а то мы ехали к вам, было солнце. Как приехали мы снова. Уже снег, конечно, когда уже нормированная будет солнечная погода, это, конечно, самое главное. Наконец-то мы у стола, самая интересная часть нашей тренировки. Так, что мы сейчас делаем? Ну, вот стандартный стол, да, Месселя. Это вот такие столы были на первенстве России, это стандартный стол. Ну, могу объяснить вам правила, обобраться и понять, вы наверх боретесь или на бицепс боретесь, тоже можно понять. А вот вообще, как вы заскали наверх и еще другое? На бицепс и наверх, да. Это что? Ну, когда при захвате, вот два соперника берут, обязательно надо держаться за ручку, это правило. Вот, давайте, в общем, чуть-чуть правила я объясню. Спортсмен, вот мы держимся, два судья обязательно со стороны вот здесь стоят. Они, один главный судья, кого мы должны слушать, когда во время дается старт, и другой судья, он смотрит за локтами, за всеми правилами, которые мы нарушаем, спортсмен нарушает. Судья, то есть, выпрямляет плечо, вот смотрите, вот так и вот так же нельзя стоять. Ровно по этим столам, он должен выпрямлять спина, вот так, ровно. Кисти ровные обязательно. При захвате нельзя закрывать фаланги. А там ноги, например, вот такие вот, мы можем закрыть вот так, мы можем там, когда борешься, они по-разному закрывают спортсмена. Кто на верховику, может так поставить или так, по-разному. Вот обязательно при захвате, вот эти фаланги открываются, кисти ровные, плечи ровные вот так. Нет, ровностые? Да, да, только вот чуть-чуть, не давая кисть, и выпрямляет кисть вот в таком положении, да, вот так. И нежелательно, чтобы руки вот так ставили, потому что, когда писатель борьбы, да, не прям на весу, ну, как не прям прислонялось. Когда, например, вот смотрите, старт дается, да, например, при борьбе, что вот если вот моя рука так emточкает, а так идет сопротивление к руки, понимаете, да? Это мухлют так, да? Да, это, ну, как... Нарушение правил? Не нарушение правил, это просто нежелательно спортсмена, он сам себе вредит этому... А, наоборот, это минус. Да, 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 я наоборудовала, это помогает. Да, да. Вот вы приняете, кисти ровные. Обязательно судья смотрит на кисть, на пальцы, на фаланги. Вот в таком положении, да? Вот две судьи. И главный судья дает старт. Реди, го. Когда судья дает старт. Реди, го. Мы боремся, да, например. Ты тяни, куда тебе удобно. Я ничего тебе не буду. Реди, го. Тяни. Вот, видишь? А ты куда тянешь сейчас? Наверх? Ты поняла? Нет, это не поняла. Тяни. Реди, го. К себе цену? Да, вот. Видишь, ты наверх открываешь пальцы. Это верховик, вот видишь, наверх. Ты поняла? А как друг? Вот. И ты на круг не пошла, а? Ты поняла? Ага. Вот. Пойди на круг. Вот так заходишь, например, на бицепс. Вот так. Вот так, видишь? Я наоборот вот так. Потому что, да, 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 да. А это вот от природы идет? Или это можно? Это от мышц, от соперника, как бы, по-разному. У всех, например, у одного, он, например, правая рука сильнее, а он другого, левая рука сильнее. Там много факторов, чего можно ожидать, как вам сказать. Так, давайте тогда мы... Так, выполняем кисти. Ага. В таком положении. Реди, го. Открываем. Можно садиться чуть-чуть, то можно садиться своим весом, помогает, и упором ногами тоже помогает. Вот так. И открывай до конца, идешь вот туда. И когда... То есть выиграл, когда до сюда? Да, да. Либо до сюда доходил, или чуть-чуть до... То есть не до земли? Вернее, не до стола? Нет, конечно же нет. Это подлокотник специально для того, чтобы в таком положении, в таком этом, если дойдет, то уже победа на твоей стороне, получается. А сколько вот примерно сантиметров есть? Там есть какие-то проблемы? Или это по-разному? Вот это стандартный стол, нет, тут по сантиметрам, по стандарту, так, вот это подлокотник, это, например. Ты не можешь выйти с этого подлокотника, понимаешь? Ты можешь играть в этом подлокотнике, правило, да? Но ты не можешь отрывать или выходить. Если у тебя вот косточка выйдет вот так, ты получаешь фол. Поняла, да? Если два фола получаются, по смене, без поражения не поборезь, сможешь проиграть. Два фола – это получаете одно поражение. Все. За одну встречу два фола максимума? Нет, один фол – это предупреждение, как желтая карточка. Да, да, да. Второй фол – красный. Тут же проиграла, можно сказать, в этом положении фола. Давайте. Сильно тянешь на виллу, ты поняла, да, теперь? А вот резко когда тянешь. Старт, это стартовики, да, это старт очень больше. Знаете, для мресли, когда борешься, старт имеет очень большое значение для спортсменов, потому что ты можешь за миллисекунд, за долю секунды выиграть спортсмена, да. Либо он проспал с партом, много-много факторов тоже есть насчет этого. Чтоб такого не было, в тренировках обязательно со спортсменами надо отрабатывать эти старты, судейские, всякие вот эти нюансы. Так что ты можешь свободно поехать в этот, на работу. Теперь будут такая, ребята, присаживайтесь. Да, да, да. Неважно, девочки, мальчики, все, научилась, да? Да, да. Спасибо большое за тренировку, за интервью, Бородин. Это действительно такой вид спорта, где влияют миллисекунды, потому что даже когда вот ты смотришь соревнования, неважно, это первенство России или там мира, вот тоже ребята, когда ваши боролись, буквально за несколько секунд решается судьба встречи, судьба всех соревнований. И это очень так удивительно, скажем так. Да, некоторые, вот так доли секунды, некоторые по 10-15 минут, по 5 минут борются. То есть так даже бывает? Да, 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 конечно. Вот, как я еще говорил, в этом первенстве, там две девочки, по-моему, каждые 4-3 подхода они борются, по 4-5 минут, они в связках, прямо вот так, одна двуя открыла, борются вот так. Это колоссальная нагрузка на связки, на сухожилие, на все, на все. Так что это говорит о том, что надо заниматься, и заниматься, и еще раз заниматься, чтобы, конечно, что это результаты. Я желаю вам только удачи, Бородин, вам, как тренеру, вашим ребятам, чтобы удалось поучаствовать на пенсии мира и занять там призовые места, и, конечно же, первые места, только успехов. Спасибо, спасибо еще раз, спасибо. А это была программа «Время спорта». Мы сегодня беседовали с Бородином Иркеновым, тренером сборной КЧР по армрестлингу. Ведите здоровый образ жизни, а мы увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова